Вообще говоря, искусство – это очень широкое понятие, и под него очень часто подверстывают то, что с точки зрения классической искусством ни в коем случае не является. Ну, если вообще узкое понятие искусства – это только то, что происходит в концертных залах, выставочных залах, и то там сейчас происходят какие-то абсолютно неожиданные вещи, современные инсталляции, или современная музыка, или современный театр, он, в общем, тоже опрокидывает классические каноны. Но, тем не менее, это все-таки есть некое действие, которое позиционируется как искусство. То есть мы приходим в театр и что-то там видим, будь то, я не знаю, Бориса Годунова в Большом театре, или какую-то там самую современную постановку «Чайки», например, где они все голые в бассейне плещутся во время всего действия. Вот такая интерпретация чеховской «Чайки». Ну, я опять же не буду говорить, что есть хорошо, что есть плохо, это на вкус, что называется. Но это в любом случае все находится в неких классических рамках понятия искусства, потому что люди приходят и что-то смотрят, или что-то слушают, или там, в общем, как-то в этом соучаствуют. То есть вот здесь имеет место так называемый субъектно-объектное единство художник-произведение. Вот возникает вот такая дилемма, художник создает произведение, и к этой единству подключается третья составляющая – зритель. Художник, произведение и зритель. Вот это такое, так сказать, философское базовое понимание искусства. Когда вот есть эти три составляющие, что бы это ни значило, какую бы там постановку или там картину при этом не имели в виду под видом произведения, которые вот в середине. Все равно есть художник, есть произведение, есть зритель. Так вот, к сожалению моему, сейчас это понятие очень сильно размыто. И к понятию искусства как таковому относится и то, что раньше бы, например, искусством не являлось. То, что мы сейчас называем шоу-бизнес. Это певцы, это продюсеры, это какие-то вот такие поп-концерты. С точки зрения классической, это, наверное, не совсем то, потому что это коммерческое искусство. Оно подразумевает под собой интенцию творчества, то есть акт творчества. И фактически в центре вот этой триады художник-произведение-зритель стоит творческий акт. Когда акт творчества подменяется коммерцией, то есть вот это есть такой запрос, нужно вот сейчас вот такое спеть, а давайте сейчас что-нибудь быстро для эту тему, значит, сварганим и споем. А еще и политическим заказом тоже очень часто. Сейчас вот на Украине такие песни поют недавно, вот где-то случайно включил, слышу про Россию. Ну, дайте это, не дай бог, там уши завядут, что называется. Это тоже часть пропаганды. Ну, не будем там далеко заходить за примерами, мы знаем, что такое пропаганда была и во Вторую мировую войну. Ну, и все эти плакаты, ну, это же, с одной стороны, гениальный плакат, а вроде на мать зовет. Ну, с другой стороны, это пропаганда, да, это конкретно есть цель. И всегда возникал вопрос, вот эти вещи, они входят в искусство или все-таки они являются чем-то, ну, скажем так, особым? Так вот, тут со мной многие не согласятся. Поскольку формально, все равно это та самая триада, есть художник, есть произведение, есть зритель. Художник написал плакат, плакат это произведение, есть зритель. Так вот, эту грань очень трудно уловить. Бывают гениальные плакаты, как та же Родина-Мать зовет, мы ее все знаем, это гениальный плакат, это гениальное произведение искусства. А бывают чудовищные плакаты, ну, не надо далеко ходить за примерами, в советское время, кто помнит, завешены были все, все было завешено такими плакатами. То есть, вот тут очень трудно нащупать эту грань. Поэтому всегда возникает вопрос, это можно, это отнести к искусству, или это уже не является искусством. Вот эта поп-дива, она творит искусство, или это дешевка какая-то, или это шоу-бизнес. Или вот не будем, опять же, далеко ходить за примером, Пусси Райт. Они же себя позиционируют как искусство, как певцов, это же арт-действо. А вот самая главная там дама, она из Пусси Райт, она незадолго до того участвовала в Дарвиновском музее, например, в действии. Они, значит, нашли какой-то зал и занялись там, пардон, групповым сексом. С, я так понимаю, супругами, с какими-то вот друзьями. И назвали это все тоже неким арт-перформансом. Ну вот как, это за гранью или еще нет? Но мое мнение, что это уже за гранью. Что это все-таки уже искусство, это вкус. Вот не зря вот так говорят, что почему в искусстве, что очень важен вкус, художественный вкус. Почему говорят вот это, что его надо формировать. Опять же, никто точно не знает, что такое художественный вкус. Никто однозначно вот так не скажет, что вот у меня там есть вкус, а у него нету вкуса. Но вот это, тем не менее, где-то витает в воздухе. Почему всегда в искусстве и в отношении к искусству так важно мнение профессионалов, мнение искусствоведов, мнение экспертов. Потому что иначе никто ничего не поймет вообще. А только эксперт, опираясь на вековой опыт, вот что-то хотя бы, хоть так приблизительно, но может сказать. Но вот именно поэтому вот главная проблема у искусства – это размытость его границ. И вот шоу-бизнес, он, конечно, находится где-то вот на этой размытой границе. И в том же шоу-бизнесе могут быть, несомненно, произведения искусства созданы. А могут быть создано что-то, что к искусству не имеет никакого абсолютно отношения. Это либо коммерческий заказ, либо политический заказ в чистом виде. Потому что, опять же, бывает, что и политический заказ порождает шедевры искусства, и коммерческий заказ, бывает, порождает шедевры. Поэтому все тут очень-очень размыто. Больше вопросов, чем ответов. Субтитры создавал DimaTorzok